Музыка Вы давно страдаете сахарным диабетом? Ну, если честно, лет 20 уже Лет 20? Я стал хромать на ногу Все, ходил на работу нормально, вроде хуже, 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 хуже Ну, вроде, на год, как говорится, побаливает, это понятно Вот, я пошел в больницу У страдающего сахарным диабетом житель Левантеевки Александра Зуйкова В считанные дни начала развиваться гангрена Длительные течения сахарного диабета По-видимому, не полное адекватное лечение Привело к тому, что развелось позднее осложнение Синдром диабетической стопы Он поступил к нам с гной некротической раной Которая требует хирургического лечения Мы его обследуем, готовим к выполнению Определенных оперативных вмешательств Направленных на сохранение опорной функции конечности Сахарный диабет уже назвали заболеванием 21 века Ежегодный рост болезни составляет 4-5% В России, по официальным данным, этим недугом страдает 3,5 миллиона человек А в действительности же гораздо больше В чем же причина заболевания? Причин много Это наследственные факторы Это условия внешней среды Заболевания, которые вызывают нарушение функции поджелудочной железы Которые вырабатывают инсулин Которые регулируют уровень сахара крови И многие-многие другие причины Над которыми работают ученые всего мира Сахарный диабет опасен тем, что он вызывает различные осложнения Со стороны организма человека Это поражение глаз Это поражение почек И что очень важно Это поражение нижних конечностей Связанных с развитием так называемого синдрома диабетической стопы Который проявляется образованием различных язв Воспалительных процессов Которые приводят к применению различных хирургических вмешательств Вплоть до ампутации конечностей Все это вместе Приводит к тому Что сахарный диабет В связи с вышеизложенным Является медико-социальным заболеванием И количество больных С каждым годом увеличивается Если представить данные развития Количество больных с сахарным диабетом То можно сказать Что каждые 10-15 лет Количество больных с сахарным диабетом Удваивается Совсем недавно В Португалии проходил съезд По изучению сахарного диабета На котором были представлены определенные цифры Сколько же сейчас в мире находятся пациентов Которые страдают с сахарным диабетом Их больше 360 миллионов И причем определенная часть больных С осложнениями сахарного диабета погибает Что вызывает тревогу и проблему Со стороны не только медицинских работников Но и администрации, государств, районов В отношении этой категории больных Сахарный диабет бывает первого и второго типа Первый тип и второй тип Первый тип – это сахарный диабет Инсулино-зависимый Он характеризуется тем Что в организме больного пациента Недостаточно инсулина, который вырабатывается Поджелудочной железой И чтобы спасти больного Нужно введение Наружное введение в организм Этого инсулина Второй тип Это инсулин-независимый Сахарный диабет Который связан С инсулино-резистентностью То есть поджелудочная железа Вырабатывает инсулин Может быть он не в той Достаточном количестве Но он есть Но клетки, которые Являются Рецепторами его ощущения И перевода Глюкозы в клетки Для получения энергии Они не чувствительны Поэтому он называется Инсулино-резистентный Который требует Специального Особого лечения Казалось бы Лечение сахарного диабета Очень простое Нужно сделать так Чтобы у больного С первым типом И со вторым Был определенный Нормальный Уровень Сахара В крови Но этого достичь Очень трудно И вот На международном Конгрессе Который приходил Как я уже сказал В Португалии Присутствовало 14 тысяч Врачей Со всего мира Которые Занимаются Этой проблемой И новые Движения По изучению По лечению По диагностике И компенсации Сахарного диабета Есть Я думаю Что Когда-то Настанет Период Когда Проблема Сахарного диабета Будет Решена При Сахарном диабете Главным Фактором Является Повреждающим Организм Гипергликемия То есть Повышенного Содержания Сахара Который Находится В кровеносном Русле Нормальные Показатели Находятся В пределах 5,6 Миллимоля На литр Есть Пациенты Которые Поступают К нам У которых Сахар В 2 3 раза Превышает Тот Нормальный Уровень Вот Это Повышение Уровня Сахара Крови И вызывает Повреждение Эндотелия Сосудов Артериальных Конечностей Вплоть до Гангрены Которые Требуют Выполнения Различных По объему Оперативных Мешательств Либо Вскрытие Флегмоны Либо Ампутации Одного Пальца Всех Пальцев И Другие Операции Современная Медицина Работает Используя Новейшие Методики Лечения И старается Помочь Больным Чтобы те Избегали Осложнений А ведь Именно Осложнение Самое Опасное В течение Этой Болезни Что Нового Сейчас Новое Это Диагностика Это Новые Инсулины Это Новые Лекарственные Препараты Которые В частности Применяются У больных Сахарным Диабетом Второго Типа Которые Не вызывают Резких Колебаний Уровня Сахара Которые Поддерживают На определенном Нормальном Уровне Сахар Крови И это Достижение Которое Сейчас Применяется В мире И В нашей Стране На базе Нашей больницы Работает Московский Областной Центр По лечению Больных С синдромом Диабетической Стопы Наши Пациенты Имеют Возможность Пройти Курс Лечения В первую Очередь На современном Уровне На базе Нашей Видновской Районной Клинической Больницы И в этом Конечно Заслугой Администрации Нашего Района Администрации Нашей Клинической Больницы Которая Взяла На себя Оказание Этой Медицинской Помощи Пациентам Всей Московской Области Мы Осуществляем Лечение На современном Уровне И основная Наша Задача По лечению Этого Грозного Осложнения Это Сохранение Опорной Функции Конечности На протяжении Десяти лет Которые Мы Занимаемся Этой Патологией Из года В год Количество Высоких Ампутаций У нас Уменьшается У нас Более Семидесяти Процентов Пациентов Получают Так называемые Малые Операции То есть Они Связаны Не с Ампутацией Конечности А Тех Отделов Которые Вовлечены В этот Процесс Ампутации Пальца Ампутации Там Области Пятки И так далее И тому подобное Но Опорная Функция Конечности В этом Случае Сохраняется И это Очень Важно Говоря О синдроме Диабетической Стопы У больных Сахарным Диабетом Хочу Сказать Что Пациенты Которые Страдают Сахарным Диабетом Они обязательно Должны Наблюдать За своими Нижними Конечностями Какие основные Симптомы Которые Указывают На появление И развитие Симптома Синдрома Диабетической Стопы Прежде 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 Всего Это Боли Эти Боли Не связаны С Ходьбой Эти Боли Как правило Развиваются И в Обычном Нормальном Состоянии Человека Который Сидит За столом Смотрит Телевизор Эти Боли Имеют Разный Характер Они могут Быть Чувство Испытывать Жжение Чувство Ползания Мурашек Похолодания Появление Различных Симптомов Связанных С судорогами На нижних Конечностях Изменение Цвета Появление Изменение Ногтей На конечностях Их Шелушение И Появление Трещин На Стопах Подошвенной Особенно Поверхности Развитие Так называемых Гиперкератозов Утолщение Толщины Кожи Которые В простонародье Называются Мозоли И ряд Других Проявлений Которые Именно Характеризуют Начальные Проявления Синдрома Диабетической Стопы Очень важно Отметить Что В этой Ситуации Происходит Нарушение Чувствительности Это связано Как я уже говорил С поражением Сосудов Которые Питают Нервы Нижних Конечностей И человек Не чувствует Ни Боли Которые Связаны С прикосновением Допустим С ушибом С наличием Какого-то Инородного Тела В обуви Это Так называемая Диабетическая Полинеэропатия В Видновской Поликлинике Работает кабинет Диабетической Стопы Куда можно Обратиться За помощью Своевременное Обращение Больных При появлении Жалоб На Парастезии Стоп Или Каких-нибудь Других Жалоб Связанных Со стопой Это Самое важное В лечении Этого Заболевания Дабы Первичное Обращение Так сказать Вовремя Оно Намного Упрощает Лечение И жизнь Самому Больному То есть Качество Жизни Оно Увеличивается И В достаточно Большой Прогрессии Относительно Времени Обращения Уважаемые Жители Земляки Пожалуйста Следите За своим Здоровьем Найдите Время Для того Чтобы Обратиться В наше Лечебное Учреждение Района Чтобы Пройти Диспансеризацию Чтобы Вас Доктора Обследовали Чтобы Те Хронические Заболевания Которые У вас Есть И новые Какие-то Симптомы Которые У вас Появились Они Были Услышаны Нашими Докторами Выявлены Какие-то Дополнительные Проявления Каких-то Заболеваний И самое Главное Сделать так Чтобы Чтобы не Было Никаких Осложнений А при Появлении Первых Симптомов Сахарного Диабета О которых Я вам Говорил Сдайте Анализы Обратитесь Своему Лечащему Врачу В поликлинику Исключите Это заболевание Живите Спокойно Чтобы Не соблюдать Диеты Чтобы Пользоваться Всеми Благами Жизни Которые В настоящее Время У нас У всех Есть Еще раз Следите Со своим Здоровьем Спасибо За внимание